Здравствуйте! Меня зовут Николай Команцев. Вы смотрите телевизионный проект «Знай наши». Сегодня вы узнаете, какой срок хранения у минеральной воды с газом и без. А также, чем удивляют легковые машины, собранные в Беларуси. Приготовьтесь узнать чуть больше о том, что рядом с нами. Вы не поймете, как здесь красиво. Поют птички, свежий воздух, шумит лес. Я нахожусь на территории завода «Вкус лета». И сегодня мне предстоит экскурсия по производству, где делают минеральную воду родный куд. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Николай. Я очень рада вас видеть на нашем предприятии «Завод Вкус лета». Завод находится в деревне Кадина Могилевского района. Вокруг лес, до поля и ни одного промышленного предприятия, что позволяет не применять в производстве специальных методов обработки. И минеральная вода сохраняет всю целебную силу природы. Наша экскурсия началась с отделения подготовки воды. Ольга, вот сюда приходит минеральная вода. Это первая ступень? Да, это первая ступень. Значит, здесь убирается больше ионов железа, которые не совсем полезны для нашего организма. Поэтому используется эта станция. То есть, я так понимаю, если не было бы обезжелезивания, то мы превратились бы в железных человечков таких? Ну да. Дальше вода попадает? Здесь вода попадает по станции умягчения. То есть здесь массаж? Да, здесь массаж, ее умягчается, убираются все жесткие металлы. То есть вода умягчается. Это последняя станция, которая позволяет нам убрать лишние привкусы, запахи. Мы абсолютно уверены в качестве нашей воды. И то есть она абсолютно никаким образом не влияет очистка на сам целевой состав и хорошие показатели нашей минеральной воды. В этом я скоро убедился лично. Вкусненько, но очень соленая. Я здоров. Дегустация состоялась в купажном отделении. Это такой своеобразный аккумулятор минеральной воды и нужен нам для того, чтобы линия розлива работала без остановки. Но прежде чем попасть в бутылку, минеральную воду газируют. Происходит это с сатуратори. В его резервуаре газ под давлением растворяется в минеральной воде. Только вот для чего это нужно? Минеральную воду газируют блоки с углеродом, то есть углекислотой. И она назначена именно для дезорации, для поведения срока годности минеральной воды. Интересный факт. Максимальный срок хранения газированной воды – один год. А вот негазированная минералка теряет свои полезные свойства уже через пять дней. Оптимальное количество пищевого углекислого газа в полуторой литровой бутылке минеральной воды – не более четырех граммов. После машины розлива бутылки с минеральной водой проходят через принтер. Он печатает дату розлива, а затем их ждет этикировочный аппарат, где на бутылку наклеивается фирменная этикетка. Ольга, скажите, а вот в минеральной воде, родной код, используются какие-то добавки? Ну, непосредственно в нашей минеральной воде как бы не используются никакие добавки. Но наш микроэлементный состав вполне достаточен для того, чтобы употреблять нашу минеральную воду как ежедневно, так и при каких-то показаниях. Да, это полезно, причем и полезно и детям, и взрослым. Ограничений никаких нет? Ограничений нет. Еще один плюс – малая минерализация воды родных код при длительном применении не приводит к отложению избытка солей в организме. Последний этап – упаковка в пленку и на прилавок магазинов. А здесь она долго не задерживается. Ежемесячно только в Могилёре, представьте себе, продается около 30 тысяч литров минеральной воды родной код. Генри Форд когда-то сказал, что самый лучший автомобиль – это новый автомобиль. Ребят, я нахожусь среди новеньких машин. Посмотрите, какие кроссовцы блестят. Вот. Идем выбирать автомобиль Джили. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария. Да, а вас? Меня Николай зовут. Очень приятно. Помогите мне сориентироваться в модельном ряде автомобилей Джили. У нас автомобили Джили имеются в трех вариантах. Это малометражка LC-кросс, которую вы сейчас наблюдаете. Угу. Седан C-класса, Джили SC-7 и кроссовер М-Грант. Поэтому выбирайте. Для начала я решил исследовать компакт-хэтчбэк, стилизованный под внедорожник Джили LC-кросс. Этот малыш недавно появился на белорусском рынке и уже нашел своих почитателей. Джили LC-кросс. Особенности. Высокий клиренс 15 сантиметров. Комплектуется бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 1,3 литра, мощностью 86 лошадиных сил. Расход бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле 7,1 литра. В базовой комплектации предусмотрено АБС и ЕБД. Электропакет, кондиционер, шесть подушек безопасности. Преимущество – это цена автомобиля. Ребята, читаем. Престиж. Ну, почти 11 тысяч долларов. Никакой растаможки. Ничего не надо. Здорово. И это еще не все. На все автомобили Джили не распространяется утилизационный сбор. Салон приятно удивила. Отличная звукоизоляция, приятная на ощупь отделка. Ничего не скрипит. Приборная панель легко читается, а в ночное время есть отличная синяя подсветка. Аудиосистема тоже впечатляет. Она читает все носители. И есть USB-разъем. Сейчас мы послушаем звук. Багажник у этого мини-джипа вполне вместительный. Чуть больше 200 литров. Объем легко увеличивается благодаря откидывающимся сидениям. Ну, холодильник не перевезет, я вам скажу, но стиральную машину легко. А вот что касается моторного отсека, то здесь меня ждал сюрприз. Заводской защиты двигателя? Нет. Но это легко поправимо. Мы оказываем дополнительные опции и предлагаем установку металлической защиты за отдельную плату. Здесь у нас же на сервисе. Дорого? Нет. 850 тысяч. Далее мы отправимся изучать седан C-класса GILI SC7. GILI SC7. Клиренс 16 сантиметров. Комплектуется бензиновым мотором. Объемом 1,8 литра. Мощностью 127 л.с. Расход бензина на 100 км пробега. В смешном цикле 7,9 литра. Полный электропакет. Оборудован ABS и EBD. Аудиосистема с четырьмя динамиками. Климат-контролем. Адаптирован для белорусских дорожных условий. Причем используется 92-й бензин здесь. И замечательный багажник. Опа! Объем багажника составляет 560 литров. Доверяй, но проверяй. А как? Салон под стать багажнику просторный, уютный. Рассчитан на 5 пассажиров. Отделка салона комбинированная пластик и велюр. При цене авто в 12 990 долларов смотрится весьма прилично. Ну а сейчас пришло время познакомиться с первым белорусским кроссовером. Geely M Grand X7 Clearance 17 см выпускается с двумя модификациями бензиновых двигателей объемами 2,2,4 литра с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощностью 142 и 162 лошадиные силы соответственно. Базовая комплектация ABS и EBD. Подушки безопасности, система блокировки замков, кондиционер, бортовой компьютер. Да, да, да. Тест-драйв, тест-драйв. Наш кроссовер оказался резвым малым. 2,4 объем, коробка автомат уверенно вели себя как на трассе, так и на бездорожье. Подвеска тоже не расстроила. Шумоизоляция салона, крепкая четверка. Отделка хоть и проста, но не раздражает и выглядит аккуратно. Аудиосистема, кондиционер, хороший обзор и самое поразительное. Geely M Grand X7 оборудован всего двумя подушками безопасности. Но это не помешало ему получить на краш-тестах CM Cup высшую оценку 5+. Не, здорово. А, кстати, вот у вас тест-драйв. На каких условиях, может? Тест-драйв для клиентов проводится абсолютно бесплатно по предварительной записи. Ну что ж, мое предварительное и поверхностное знакомство с автомобилями Geely состоялось. Впечатление неоднозначное. Одно могу сказать, эти машины стоят того, чтобы уделить им больше внимания. Любопытство – одна из самых важных причин, заставляющая включать людей телевизоры. Смотрите телепроект «Знай наше» и узнавайте новое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...